здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о здоровье и как ни странно меньше всего мы будем говорить сегодня о пандемии хотя она продолжает существовать есть даже какие-то опасения по поводу третьей волны и наверное этот вопрос мы тоже адресуем наши гости но главная тема сегодняшнего разговора в нашей программе эта тема диспансеризации то есть тема когда каждый из нас в общем то должен следить за своим здоровьем у нас в студии заведующий отделением медицинской профилактики люберецкой областной больницы галина владимировна соколова здравствуйте сразу же первый вопрос мы помним тема диспансеризации было частенько одно из главных во всевозможных медицинских программах они говорили что приходите в поликлинике до к видные времена вы можете пройти диспансеризацию что нужно следить за своим здоровьем и так далее потом пришла пандемия и ну как понимает обычный до человек среднестатистический россиянин или люберчанин что все отменили и осталось только антиковидная борьба потом потихонечку начали восстанавливаться возвращаться специалисты и у некоторых возникает вопрос а диспансеризацию то вернули или она так по-прежнему и еще не работают диспансеризацию вернули давно вернули еще в том году после отмены март июль в августе сентябре уже диспансеризация проводилась она конечно год уже скоро будет да она ведется в штатном режиме обычно во всех поликлиниках люберецкой больницы но это наверно тоже один из показателей того что мы как-то уже сжились с этим самым к вида мы можем позволить себе заниматься и другими вопросами своим здоровьем да вот мы конечно же поговорим об особенностях диспансеризации они безусловно тоже присутствует то есть это уже не то диспансеризация что было в дуковидные времена но у меня сразу же такой вопрос почему все-таки человек такое существо философский что пока не болит он не на не обращает на что внимание он ходит наши продуктовые магазины пользы от которых становится все меньше и меньше он дышит иногда воздухом который тоже не всегда полезен для нашего организма а потом приходят вот такие пандемии и мы все кричим что же с нами происходит к чему этот вопрос почему мы не заботимся о своем здоровье почему так такое свойство человеческое что в основном люди заботятся о своем здоровье пожилые люди пенсионеры они очень хорошо знают что такое диспансеризация потому что наблюдаются у своих врачей и специалистов участкового врача по поводу каких-то заболеваний молодежь когда устраивается на работу проходит диспансеризацию знает что надо быть здоровым чтобы его взяли на работу на какую-то соответствующую должность поэтому население в принципе знает наверное диспансеризации все-таки я скажу что я не помню чтобы меня брали на работу и кроме каких-то там может быть справок там не знаю там спит и при прочее меня никто особо ничего не проверял я что-то не сталкивался с какой-то диспансеризации и чтобы мне пришли там где-нибудь сказали если вы не принесете столько столько-то справок о вашем состоянии здоровье мы вас на работу не возьмем может быть так надо но может быть так на самом деле не везде происходит наши люберецкой областной больницы есть отделение профилактики так и любой обратившийся пациент за любой какой-то справка его направляют сразу кабинет диспансеризации минуя участкового терапевта вот здесь как раз тот момент когда здоровый человек попадает в отделение профилактики и цель как раз выявить среди вот этих здоровых якобы людей те факторы риска или заболевания на начальной стадии еще до клинических проявлений которые наталья потом которые могут развиться в очень грозное заболевание такие как гипертоническая болезнь сахарный диабет можно продолжать вот но тут еще есть один такой момент люди часто некоторые довольно мнительны и они боятся идти к врачу опять же когда ничего не болит ну или так чего-то немножко дискомфорт но не страшно они боятся прийти и узнать что-то и мучиться и немаловажен еще один вопрос денежные потому что им кажется что врач им выпишет лекарства какие-то и они будут тратить какую-то кучу денег надо ли ходить вот пока не болит я не приду то есть о чем идет речь люди боятся сегодня узнать о своем состоянии здоровья почему это нужно знать в принципе то все желают знать свое свое состояние здоровья и даже если например пожилой пациент хочет обратиться поехать в санаторий ему все равно придется пройти диспансеризацию вот при этой же диспансеризации и выявляется его заболевание хорошо но может быть факторы риска скажите тогда люди которые понимают о том что надо следить за собой наверное это все таки точно не молодежь а молодежь нас все время сдвигаются наши же 30 лет не называются молодежью да вот она сдвигается сдвигается эта цифра поэтому я говорю что человек в 30-40 лет ему совершенно не задумывается он не придет к вам и не будет искать а может у меня что-то болит посмотрите пожалуйста понятно что люди уже предпенсионного пенсионного возраста они к вам придут безусловно вы говорите о молодежи я говорю не просто о молодежи дать человеком 40 лет они придет понимаете и некоторые в 50 не придут то есть когда как объяснить людям что в принципе профилактика должна начинаться фактически но самого молодого возраста потому что некоторые болезни помолодели но информация диспансеризации у нас везде расположена в поликлиниках на сайтах по телевидению общественному все время говорят на что надо вести здоровый образ жизни и все-таки а молодежь обращается участвует в соревнованиях перед тем как пройти приступить к соревнованиям опять же надо принести справочку что он здоров то есть пройти диспансеризацию вот молодежь которая активный образ жизни ведет она все равно придет и обратиться в поликлинику и пройдет диспансеризацию по вакцинации по возрасту это уже работодатели некоторые есть очень следят за здоровьем своих работников направляет на прививки которые у нас обычно по национальному календарю в этот период тоже проводя прививочку человеку говорят пройдите диспансеризацию тоже флюорографии или кг дополнительно прививки вот из к видной ситуации то же самое когда человек приходит сделать сейчас на самое активное привлечение населения сделать прививку именно против к вида и тут же предлагаем пройти диспансеризацию это я вам расскажу кто подлежит диспансеризации население от 18 до 39 лет раз в три года подлежит диспансеризации проводится первый этап включает себя это опрос анкетирование то есть пациент заполняет анкету далее антропометрия рост вес индекс массы тела измеряется артериальное давление берется анализы на глюкозы и холестерин крови далее по и кг делается флюорография раз в году а уже старше 40 лет там добавляется мама кратия для женщин раз в два года кал на скрытую кровь исследование акушерки берется мазок и шейки матки у женщин и внутриглазное давление измеряется после 40 лет гастроскопия 45 лет проводится то есть предлагаем человеку вот такой широкий выбор исследований чтобы поддержать свое здоровье ну вот хорошо 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 давайте вот остановимся на возрасте 40 такой средний до предположим человек каким-то образом все таки узнал что ездит спонсеризация потому что при всем при том что конечно же висят в поликлинике и об этом напишут поверьте мне очень многие люди не в курсе пока они не приходят просто например к терапевту легко лечащему врачу и он если не забудет то предложит пройти диспансеризацию а 40 человек 40 лет человеку он проходит спонсеризацию сколько это идет по времени вот от начала прихода к вам как этот процесс происходит потому что все-таки там есть операции тоже гастроскопия к не нужно подготовиться как это по времени тоже все-таки смысл а цена да если 40-летний человек если это мужчина то у него скорее всего он затратит не более двух часов по диспансеризации флюорография тот же измерение давления анализа глюкоза холестерин и внутриглазное давление заключение терапевта в принципе для него уже все что я назвала хорошо а если добавляются вот если другие исследования серьезные то надо записаться на определенное время расписание в поликлинике это уже если понадобится второй этап диспансеризации если по первому этапу ничего не да есть еще второй этап то есть если по первому этапу есть какие-то отклонения от нормы по результатам исследований то этого человека направляют к участковому врачу терапевту а участковый врач терапевт уже направляет на гастроскопии вот дополнительно дают анализы чтобы потом сделать записывает его на определенное удобное для пациента время и проводится тоже кастер скопе да здесь уже надо затратить время а это второй этап более серьезно третьего нет этапа вы знаете второй этап включает себя очень широкий спектр исследований это во первых все врачи специалисты это врач невролог врач-хирург уролог врач-проктолог врач-гинеколог окулист и лор и такие еще исследования как спирометрия дуплексное сканирование сосудов шеи головного мозга вот и та же гастроскопия или кт органов грудной клетки если на флорографии что-то выявилось то есть хорошо углубленное консультирование уже по результатам исследований вот этих дополнительных то есть фактически человек который проходит два этапа диспансеризации о себе о своем состоянии узнает все на сегодняшний день почти все потому что круто сказать как 3d проекция так тут врач врач со всех сторон то есть все врачи на вас осмотрят и сделают определенные выводы у нас сейчас будет во второй части разговор еще о том что насколько я понимаю она немножко изменилась диспансеризация некоторые подходы до после ковидные времена вот мы об этом поговорим и конечно же еще немаловажно поговорить о финансовой составляющей потому что насколько я понимаю это же речь идет о бесплатном исследовании если танцеризация только бесплатно только а я хочу внизу омс по полюсу мы проводятся прикрепленному населению конкретной поликлиники вот то и чтобы ее пройти надо сначала прикрепиться к поликлинике паспорт полис снилс и пожалуйста вперед и на встречу с врачами к своему счастью сейчас сделаем небольшой перерыв и потом продолжим разговор о том как сейчас в после ковидные времена проходит диспансеризация в люберецкой областной больнице например напомню что эта программа открытый диалог говорим сегодня о диспансеризации и еще раз хочу напомнить что вопрос важный причем вне зависимости от того сколько вам лет 20 30 40 50 и так далее кстати для того чтобы так далее продолжалось в общем-то это диспансеризация наверное и необходимо мы заканчивали разговор на теме финансов и если взять все те позиции которые вы озвучили и перевести их в коммерческую медицинскую оплату но когда люди сами приходят какой-то медицинский центр и оплачивают да те же самые услуги гастроскопии или еще чего то то это серьезная копейка и если вам предлагает государство в данном случае в лице люберецкой областной больницы пройти все те же самые периоды диспансеризации пройти их бесплатно почему бы этим не воспользоваться у нас в студии а заведующий отделением о медицинской профилактике люберецкой областной больницы галина владимировна соколова и так было диспансеризация до пандемии потом был тяжелый год как мы выясняем уже летом этого 21 года год как диспансеризация вернулась но вернулась ли она в полном объеме или есть какие-то все-таки изменения или какие-то ограничения изменения есть но незначительные то есть ранее мы приглашали по субботам проводили единые дни диспансеризации раз в месяц по графику по приказу минздрава населению это конечно нравилось сейчас немножечко это видоизменено массовых мероприятий мы не проводим и не приглашаем на массовые мероприятия но по субботам пройти диспансеризацию можно если человек пришел и обратил записался когда заранее можно записаться и через гос через портал госуслуг через колл-центр в поликлинике по информату или даже просто не записываясь обратиться в поликлинику и сказать я хочу пройти диспансеризацию и его направят проходить диспансеризацию это по субботу даже и в субботу а так диспансеризация проводится ежедневно с 8 утра до 20 00 вечера еще один такой вопрос они массовые да то есть масса единственное отличие не массово ну чтобы все таки ковид с нами и врачи по-прежнему с нами поэтому на всякий случай чтобы знаете как больница из больницы поликлиника из поликлиника всякое может быть еще такой вопрос опять же многие те кто все таки уже интересуются диспансеризации опять же возрастом до 50 лет им говорят что каждой поликлинике в определенные годы проходят диспансеризацию года рождения вот эта система сохранилась или можно в любое время сказать вы знаете я чуть давно диспансеризацию не проходил можно я запишусь как сейчас это работает по годам рождения или в любой любой человек может обратиться обратиться на диспансеризацию может любой человек вот я вам сказала с 18 до 39 лет раз в три года это диспансеризация а между этими годами которые 19 20 22 23 это медицинский профилактический осмотр практически тоже диспансеризация но немножечко такое усеченное обследование а после 40 лет все подлежат диспансеризации а раньше было до конца до 100 лет раз в три года сейчас после 40 лет все подлежат диспансеризации но я то есть я могу полизирует клинику ежегодно в любой год то есть в этот год забыл и захотел 50 лет вы в любой год обращаетесь и вам уже проводят диспансеризацию в соответствии с вашим возрастом вот набор тех исследований который я месту поликлинике в данном случае для жителей ли не поликли в поликлинике не прошивая человек если вы умыла страховому поводу страхового повышения то есть любилецкая областная больница ждет а теперь тут же сразу же вопрос а какие условия для диспансеризации но те кто является вашими традиционными постоянными уже клиентами в хорошем смысле этого слова это понятно а те кто вот впервые придут и что они получат какие какое оборудование какой-то аппарат условно тоже гастроскопия насколько это все качественно они знаете как может быть то что в основной больнице не нужно отдали вот в профилактику пусть она там остается отделение профилактики расположена на базе поликлиники номер 6 так это поликлиника обслуживать население свыше 31 тысяч три цена 700 большое население на базе этой поликлиники имеется и флюорограф и маммография и мощнейшая лабораторная диагностика то есть все же не логическое отделение для женщин все что необходимо и кг исследования спирометрия вот все что входит в перечень диспансеризации на первом этапе и на втором все имеется в этой поликлинике то есть все оборудование соответствует оборудование соответствует имеются лицензии конечно у поликлиники наша задача чтобы не было смешения потоков здорового населения с больным вот отделение профилактики например расположен на третьем этаже отдельный вход и по отдельному ходу пожалуйста поднялся на 5 флюорография маммография тут же сделал спустился на первый этаж то есть есть условия немножечко эти потоки разобщить хорошо значит давайте подведем некоторые итоги если человек нас услышал и захотел пройти значит диспансеризации у него если это все документы основания он просто через сайт госуслуги или позвони в поликлинику да говорит я хочу пройти диспансеризацию во время назначат все и так далее тому подобное заведут к видимо карточку тоже такая немаловажно ску обязательно потому что все записи сохраняются в медицинской карте в электронной виде заведут при его при приходе до присутствие при его нужно будет заказать карточку и пройти диспансеризацию дальше если например человек который уже входит в поликлинику всякие бывают болезни он приходит например к своему лечащему врачу там терапевту не знаю к участковому или например как специалисту какому-то может ему специалист предложить пройти диспансеризацию и фактически вот с одного входа до перевести в другой такой бывает конечно если человек обратился к своему участковому врачу со своим заболеванием с тоже гипертонической болезнью то участковый врач обязан провести ему диспансеризацию и немножко даже шире чем обычная диспансеризация то есть включая то что у него имеется уже заболевание с которым он состоит на учете у своего врача терапевта участкового однозначно пройдет диспансеризацию а в отделение профилактики может его же направить своего пациента на консультативный прием для оформления например справочки для поездки в санатории на прививку также то есть да к любому специалисту если обратиться человек со своим заболеванием он обязан врач направить и сказать что есть диспансеризация и проводим и в рамках объема его же заболевания еще такой вопрос например человек обратился в какую-нибудь платную поликлинику и ему сказали что нужно сделать анализы кровь как обычно там может быть там три-четыре каких тогда нужно анализа сделать он не хочет за них платить он может прийти например в свою поликлинику к своему лечащему врачу и сказать что вот я хочу получить четыре анализа крови что мне для этого нужно сделать а врач спросит а вам зачем конечно врач спросит соберет амнамнез и если посчитает врач нужным что да пол ему положено конечно назначит хорошо а если по желанию а по показаниям по показаниям то есть нельзя сейчас так прийти например я давно я давно что-то кровь не сдавал сдайте мне то есть если я пойду на диспансеризацию то это вроде бы как автоматически происходит если он придет на диспансеризацию общий анализ крови 40 лет он получит на глюкозу холестерин он тоже сдаст и мужчины 45 50 55 60 64 на онкомаркер получит для определения онкологического заболевания исключения вернее заболевания понятно исследование то есть итак мы выяснили что диспансеризация есть что оказывается это удобный главное незатратный способ немножко заглянуть внутрь себя посмотреть как хорошо ли там тельца существует да понятно что люди которые больше имеют времени наверное чаще об этом задумываются и которые уже имеют как ряд заболеваний но мы обращаемся сейчас к тем кто чувствует себя совершенно здоровым и тогда как кто-то сказал что абсолютно здоровых людей не бывает правда но даже в молодом возрасте когда считают себя здоровым друг приходит на диспансеризацию а ему говорят а у вас повышенное давление давление должно быть не выше 140 на 90 а у вас повышенный вес а оказывается лишних пару килограмм то есть индекс массы тела должен быть показатель вот у вас есть я знаю написано правильный образ жизни чтобы здоровой жизни образ жизни а вот назовите главную характеристику сегодняшнего здорового образа жизни с точки зрения медицины вот я и перечисляю это давление не выше 140 90 слава богу норма это холестерин не выше пяти и хорошо у всех глюков нет нет не у всех но встречается так дальше даже молодом возрасте сахар крови глюкоза крови не более 6 далее вредных привычек не должно быть нику никаких никаких не злоупотребление алкогольными напитками не курение рациональное питание должно быть то есть человек уже сложно но возможно фруктов и овощей в день 400 500 грамм надо употреблять и конечно индекс массы тела 25 и даже то ли я должна у мужчин быть не больше 94 а у женщин не более 80 сантиметров так что и чтобы вести здоровый образ жизни надо быть активным подвижным и это стандарт полчаса ходьбы в темпе или вот этот показатель 10000 шагов в день золотой стандарт тем более сейчас можно себе программку поставить и пошел и пошел здесь здесь прошел запрещала все можно идти домой правильно питаться конечно же наверное выполнить все это сложно тем не менее галина дивна если что кто сейчас задумался надо наверно прийти провериться потому что даже сама пандемия она многих людей из-за стресса до могут возникнуть какие-то неприятные но зачатки этих заболеваний последний вопрос который мы не можем не задать медикам пользуясь криться случаем как идет вакцинация в либеретской областной больнице потому что где-то нас европе из-за ее пределами пугают третьей волной вдруг до нас докатится но в либеретском районе вакцинация идет активно сначала было не очень шли разъяснения были сомнения у населения нравится ли не нравится вакцина но сначала и вакцину то разрешили только до 60 лет не до пожилое население приходили спрашивали когда же будет после 60 вот уже поступила вакцина и после жизни от которую можно делать и поэтому сейчас проходят вакцинацию не только в поликлинике но и во всех крупных торговых центрах других где можно организовать то есть вы чувствуете процесс играть идет идет процесс потому что идет разъяснение большое что или переболеемся или надо прививаться то есть другого варианта нет поэтому приглашаем на вакцинацию тем более созданы все условия в поликлинике отдельный вход отдельные указатели такая информация активная процедурные кабинеты все записаны до выдаются сертификаты проходит вакцинация в два этапа первая вакцинация через три недели вторая ну и знаете что без сертификата куда-то или за границу не пусть она вообще не пускать будем ждать я думаю что скоро когда скажут что без сертификата нельзя обязательно обязательно придут вакцинировать спасибо вам большое галина владимировна соколова заведующая деления медицинской профилактики люберецкой областной больницы напомнила всем нам что лучше всего это профилактика никогда уже все болит и что-то уже поздно сделать а лучше до того найти обнаружить и вообще надо о себе знать лучше том числе и с медицинской точки зрения спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания